Эта история будет про отскок, ребаунд. Всегда ездил на самом быстром и нормально себя чувствовал. Однако это вроде как неправильно. Ну и когда у тебя препятствие это один вот такой бордюрчик, то очень здорово прожать велик и потом выпрыгнуть. Получается очень легко, все классно. Я специально замедлял отскок только когда с горы ехал в Ялте, потому что чувствовал, что заднее колесо не особо касается земли. То есть оно всегда вот так прыгает. Вот. Когда у меня появился боксер, это заставило разобраться немного в технике. В общем, эта вилка на быстром отскоке, когда ее сжимаешь и распрямляешь, да, то есть перед прыжком ты же вжимаешь, а потом выдергиваешь. Вот при выдергивании она стреляет обратно. Удар чувствуется. В общем, это неправильно. Это сподвигло меня к регулировке отскока. Посмотрел несколько видео. И, значит, идея заключается в том, что нам нужен вот такого рода бордюрчик, с которого мы будем съезжать. В общем, что происходит при съезде колеса? Оно ударяется в землю, да, при этом сжимается. И дальше мы едем вперед, и вилка разжимается до своего изначального состояния. Важно, чтобы не произошло вот что. Мы съезжаем, вилка сжимается, разжимается и сжимается опять. То есть вот этого качания не должно быть. Давайте попробуем посмотреть, что у нас происходит сейчас на максимальном отскоке. Вот, мы едем. Ну и, кстати говоря, не работает. Я, по крайней мере, не вижу, что вилка продолжает вот так ходить. Способ, как проверить отскок, это нажать на руль, резко отпустить, и при этом колесо не должно оторваться от земли. Ну, видно, нажимать нужно не вот так, потому что ты дергаешь сам, а вот так. Видно, что колесо немного прокручивает. Точности у этого метода, кажется, особо нет. Смотри, что будет происходить. Смотрите, оно чуть-чуть перескакивает. В общем, что надо сделать. Покрутим на черепаху. Вы поняли, да, что я рядом здесь красавчик? Ну, вот, на мой взгляд, сейчас колесо не подпрыгивает. Давайте попробуем сделать чуть-чуть быстрее пару щелчков. Видно, что появляется небольшая вибрация, пусть она прям чуть-чуть подпрыгивает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В процессе катания потихонечку уменьшает скорость отскока и добиться того состояния, когда вилку прожимаешь, вдергиваешь, но при этом, чтобы не было вот этого звона. И у меня это произошло тоже на восьмом повороте от быстрого к самому медленному. И сейчас мы с вами видим, что вот этот способ отрыва колеса от земли, он тоже сработал на восьмом повороте. Не особо это научный, не особо точный метод, но вроде как он работает. Получается, что у нас сейчас самый быстрый отскок из тех, которые разумно устанавливаются. Вот я бы сказал так. Попробуем разобраться с задним амортизатором, там вроде повеселее должно быть. Спасибо.